Доброе утро, Григорий. Прошло высказывание, что все чакры одного бело-золотистого цвета. Возможно ли такое, как бы мое мнение. Вообще у каждой чакры исходит цвет. Чакры, они имеют, они все как бы проявления в верхней части астрала, но у них разные частоты диапазонные. Если вы открыли в себе некое тонкое зрение, и вы начинаете видеть энергию, поначалу вы можете видеть просто, например, все светящееся белого цвета. И это не будет неправда, просто вы можете это только видеть. Но представьте, что вот вы, не знаю, что маленький-маленький ребенок, не знаю, в темноте, даже не только родились, вот приоткрыли глазки еще, там, не знаю, зрение не включилось. И вы начинаете какие-то там очертания слабые видеть. Правда ли это, что вы видите? Правда. Ну, то есть вы не все видите, что надо. А у летающей мыши, предположим, есть там зрение в темноте. И этим зрением она тоже что-то видит. Там тоже есть какие-то очертания. Они могут быть красные, желтые. Правда ли это или неправда? Ну, это тоже правда. Но это какой-то диапазон. И когда вы, например, видите только просто в белом цвете или в золотистом цвете, вы видите какой-то общий диапазон. Когда ваше зрение тонкое, оно выходит на высокий уровень какой-то, потому что цветовые сами параметры – это не все, что можно увидеть в чакре, даже используя так называемое тонкое зрение. Там много чего есть, и вы можете видеть природу самой энергии, и она выражается не только цветом, но у каждой чакры есть конкретный свой цвет. И вы будете присматриваться, да, то вы увидите, что вот там Модхара положен красный, там Сахистана оранжевая. То есть, в нем как будто это свечение такого цвета выходит. И так Дахсахасара, если вы будете смотреть на чакры ног или какие-то чакры выше, то вы еще какие-то можете цвета увидеть, а может быть даже такие цвета, которые вы не знаете, как назвать. Более того, вы можете увидеть не просто цвета, вы можете увидеть цветки, ну типа что-нибудь типа лотуса. Но на самом деле это не лотосы, это просто форма, структура, которая может быть похожа на цветок. Вы можете насчитывать лепестки на каждой чакре, да, то есть структура, которая имеет определенное количество с разных сторон как бы лепестков. То есть это тоже можно увидеть тонким зрением. Поэтому является ли правдой видение там какого-либо цвета, но это значит, что вы какой-то диапазон считываете. А просто вопрос в том, что если вы видите эти чакры, вы должны снимать о них какую-либо информацию. Например, приходят вам разные люди, ну просто вы живете, например, с разными людьми, вы будете смотреть их чакры, вы должны увидеть разницу в их чакрах. То есть если вы просто видите какую-то там картинку, то картинка может быть и следствием какого-то нарушения. В голове бывают человека, и это могут быть эгалюцинации, то есть бывает, когда у человека определенная психическая деятельность, в том числе отклонение, он может видеть эгалюцинации. То есть есть такое понятие наведенной эгалюцинации, когда есть объект, и определенные, скажем так, энергии заставляют человека видеть проявление чего-то. То есть знаете, вот если смотреть на объект из разных частот и диапазонов, можно увидеть бог знает чего. Вопрос в том, что эта информация, насколько она для вас полезна. То есть если смотреть какого-то там фиолетового диапазона на чакру, то что-то там увидите. Вот насколько эта информация будет полезна. Бывает, когда у человека чисто начинаются просто вот видения, когда неуправляемая психическая какая-то деятельность происходит, там может быть информация, ну мало приближенная к действительности, мало практичная. Вообще чакры, у них цветовой диапазон, это достаточно важно, потому что цвет – это одно из важных выражений принадлежности. И когда вы будете в будущем с помощью своего зрения что-то еще рассматривать, что в чем проявлена достаточно сильно биоэнергетика, вы тоже можете либо видеть цвета или не видеть цвета, потому что здесь не только они в чакрах, они и в других живых существах. Вы можете видеть, например, духов леса, и они будут разноцветными, потому что какие вы цвета видите, можете судить об этом. Была интересная книжка Лапсан Гарампе, одна из первых. Смотрите, третьих глазок, не ошибаюсь, давно уже выпущена. И вот он, используя свое зрение тонкое, он читал даже мысли. Вот если вы не видите цветов, то информация будет более меньше. То есть чакры вообще не имеют и цвета, не имеют еще свою фоновую информацию, не имеют структуру, которая может похожа на цветок. Например, там Сахасара, предположим, тысячелепестковый цветок, там 2001 лепесток, там 600, например, лепестков. То есть это тоже информация, она вся важна. Поэтому на начальных этапах вы можете видеть какую-то просто светящуюся структуру. Вот только приоткрывается какое-то зрение, вы начинаете видеть просто светящуюся, потому что энергия, она в первую очередь, что вы воспринимаете, это какие-то проблески чего-то, а не какого-то цвета. Но, скорее всего, это будет нейтральный белый цвет. А вообще, все зависит от того, насколько скачок в раскрытии астрального зрения, тонкого зрения, насколько он глубокий. Если у вас действительно глубокий, вы начнете уже, может быть, не четко, но какие-то более или менее цвета рассматривать, или даже видеть структуру. У каждого свой путь, у каждого свои способности, у каждого свой, скажем так, путь раскрытия. И поэтому может быть такое, что вы видите и чакры, можете видеть их и белыми, и золотистыми. Но как бы из разного диапазона можно разные вещи видеть по-разному. Например, у нас есть цвета, которые мы видим в обычной жизни. Мы считаем, что красный – это красный, а желтый – это желтый. Но он только потому красный, потому что он отражает определенные лучи, и глазами человека он красный. А глазами какого-то другого существа он не будет красным, он каким-то еще будет. Желтый цвет отражает желтый диапазон, и он видится желтым и так далее. Какие они на самом деле? Если, например, взять зрение какого-то развитого существа, космической природы, я не знаю, высшей природы, ангела, божества какого-нибудь, или просто человека с очень высокоразвитой цивилизацией. Возможно, эти цвета вообще по-другому. Для нас важно развивать этот диапазон и не привязываться к какому-то видению, что должно быть белым, должно быть золотистым. На начальных этапах вы видите какие-то простейшие вещи, они могут быть и белыми, и золотистыми. Ваша задача – не привязываться к никакому штампу и опираться немножко на какие-то эталоны в тренировке зрения. То есть, техники тренировки, она бывает открывается спонтанно, она может открываться, исходя из практики, той же самой кундалини-йоги. Понимая, что такое эталон, да, эталон – это точка зрения, видение человека, который уже раскрылся в достаточной степени зрения. И, исходя из этого зрения, описал те или иные качества тех или иных элементов, например, чакр. Когда вы знаете, что они цветные, да, то есть вы не цепляетесь за этот белый цвет, то есть при расширении диапазона вы внимательны. Есть такое еще качество. Если у тонкого зрения, или вы за что-то жестко цепляетесь, то дальнейшее развитие качества, оно будет приторможено. Ну, это как вы, не знаете, это вы плывете на лодке, гребете, не знаю, там, крышкой от кастрюли, потому что у вас нет весла. Гребете, гребете, вам ложку, вам уже весло положили в лодку, а вы все гребете, гребете, вот эта крышка от кастрюли, потому что вот вы боитесь потерять эту штуку, да, вот эту штуку, в которой можно грести. Бывает такое, что когда человек привязывается к какому-то штампу, особенно опираясь на какую-то религиозную почву, может развитие вот этого тонкого зрения приостановиться на какое-то время. Правда ли это, что вы видите? Может быть и правда, может быть и наведенные какие-то изображения. Такое бывает, когда у человека открывается психическое зрение, пошел скачок энергии, но механизмы слежения и восприятия не настроены. Там могут появляться картинки, которые, скажем так, не совсем соответствуют действительности, либо есть такой эффект, эффект фильтра, да, то есть появляются некие фильтры, которые не дают вам возможность видеть полноценную картинку. Это бывает, но я не готов привести вам как бы частоту, насколько часто это происходит, потому что нужно иметь статистику. Я такую статистику не проводил, я просто знаю, что бывают случаи, когда, особенно у психов, у которых, например, выключается ум, у них бывает включается астральное зрение, они что-то видят, да, ну вот какой диапазон включается, как они это реагируют, то есть какие они цвета видят, это бывает, такая техника, она очень достаточно опасная. Алкогольная техника с выпиванием водки для очищения, чтобы она в будущем потом вышла, она вывлевывается, чистится при этом подсознание, и при этом тоже могут быть определенные видения. Когда человек принимает наркотики, у него тоже приоткрывается астральное зрение. Технология очень опасная, и я думаю, что неоправданная, но тоже может открываться зрение, и вы тоже, наверное, что-то можете видеть. Но вы открываете таким способом, вы как ломиком открываете, ну не знаю, что у вас, ваша шкатулка драгоценная, да, с драгоценностью внутри, и вы ее открываете ломиком. Сама шкатулка там стоит, дай боже, но вы ее ломиком открываете, в следующий раз ее можно вообще не открыть. То есть при этом можно увидеть все очень странные вещи. Вещи бывают, зрения прикрываются у людей в состоянии шока определенного, да, то есть оно опять будет иметь какие-то свои фильтры, то есть эмоциональное состояние будет фильтровать то, что вы видите. То есть картинка будет меняться, исходя из вашего состояния. В плане тонкого зрения, в биоэнергетике все эти вещи очень сильно связаны. Поэтому двигайтесь дальше в тренировке своего видения, да, и не цепляйтесь за то, что вы видите. То есть будьте исследователем, вот, и помните про эталоны, да, что чакры, например, основные их есть семь, у них есть семь основных цветов, начиная от красного до фиолетового, и у них есть свои структуры, которые похожи на цветок маколепестковый, но там на нижнем чакре там немного лепестков, и у них свои качества, скажем так, для начала ощущение энергии, и они в каждой чакре разные. Даже если чакры очень чистые, все равно ощущение энергии в каждой чакре разное, то есть понимание, умение видеть вот эту энергию. Кто-то скажет, что это чувствует, но на самом деле это больше видеть, чем чувствовать. Субтитры создавал DimaTorzok